Старая школа стал доступнее для маломобильных жителей и гостей города. На маршруты вышли две специально оборудованных машины такси. Приобрел их фонд «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча. Виктор Мусатов из села Городище в инвалидном кресле 22 года. Случайное падение с высоты, перелом шейного позвонка и жизнь тогда еще молодого мужчины разделилась на до и после. Но затворником он не стал. Постоянно путешествует, ездит в гости к друзьям, посещает городские мероприятия. В автопарке Виктора Петровича помимо обычной коляски есть электрическая и собственная машина. Но на ней не всегда удобно отправляться в гости. Иногда проще поехать на такси. Вот только не каждый водитель берет человека с коляской. А на электроприводной поместиться в обычное авто вообще нереально. Виктор в числе первых воспользовался новым транспортом, который подарил городу фонд «Поколение» Андрея Скоча. Это будет такси. Мы прям заехали на коляске, встали. Мы можем даже на электрической коляске. Даже в санаторий дали нам путевку. Мы уже вызвали такси. И он отвез нас хоть в аэропорт, хоть в ЖД-вокзал. Приехал, привез нас, высадил, встретил. Как приятно. С социальными перевозками в Старом Осколе занимается региональная общественная организация «Мы вместе». Её председатель Юрий Карапузов три года назад выиграл президентский грант и запустил три маршрутных автобуса, оборудованных специальными электроподъёмниками для инвалидов-колясочников. Город для людей с ограниченными возможностями здоровья стал доступнее. Но добраться до адреса с остановки было также проблематично. На помощь пришёл фонд «Поколение» Андрея Скоча. Ещё лет пять или шесть назад сказал, что вот будут такие машины, такси. И он это сделал. Он не просто сказал, он это взял и сделал. А для нас, для нашего маленького года, это, конечно, такой человек, это находка. Ну и спасибо, конечно, фонду «Поколению», потому что он помогает, и мне лично он помог, спасибо ему. И то, что машина. Спасибо большое. Дай Бог здоровья всем и мирного неба над головой. Несмотря на сегодняшние проблемы с логистикой, «Поколению» удалось в срок закупить и переоборудовать два новых автомобиля «Лада Ларгус Куб». Чтобы социальные перевозки смогли максимально полноценно выполнять свои функции, в машинах установлена переносная система носилок, которая трансформируется в инвалидную коляску, детское кресло, а водитель будет оказывать полную физическую поддержку особенным пассажирам. «Поколение» нас просто поставило на новый уровень в службе социальной доставки. Я лично обратился в фонд «Поколение», и на мое удивление сразу же поступило положительное одобрение этого вопроса. Вот не прошло, скажем так, и месяца, машинки у нас есть. Первой машине, которую будет перевозить у нас инвалидов-коляшников, у нас будет ступенькоход электрический. То есть мы еще будем помогать людям прямо от квартиры добираться до машины и обратно. В автомобилях установлена система ГЛОНАСС и внутреннее видеонаблюдение. Здесь подобрано специализированное оборудование. Оборудование ручной работы. Оборудование, которое собиралось, собственно, по нашим эскизам, по нашим заявкам. И вот сегодня, вот тот транспорт, который сегодня будет использоваться для инвалидов-колясочников, он фактически закрывает всю транспортную систему в Старом Осколе. Специализированное такси начнет работу с 1 июля. Заказать машину можно по номеру 8930 085 7070.